В России снова заговорили о необходимости снижения прожиточного минимума в осенний период. Авторами идеи выступили чиновники из Минтруда, связанной их этой инициативой с тем, что в конце лета, как правило, падают цены. На сезонные продукты вот и нынче одно и произошло, в частности, картофель подешевел. Лук, сахар, яйцо жирует народишко-то, решили, видимо, наши слуги. Это что ж такое получается? Бабка целых два месяца в году лишнюю тыщу имеет? Непорядок. У нас вон не все депутаты накормлены. Стоимость обучения детей чиновников в Лондонах и в Парижах опять же подняли не, а нам нужнее, да и потом, ну, не приучать Живаню к мясу. Ну, заложено там для него 200, что ли, граммов, все, хватит, а то мы к чему так придем? Сегодня людишки мясо съедят чуть больше, завтра им рыбы какой-нибудь приличной захочется. Послезавтра вообще на икорку потянет, нежели богато, неча привыкать. Я просто предполагаю, как мыслит чинуша из Минтруда, не надо все принимать за чистую монету, хотя вообще бред, конечно, что они там курят. Начинаем! Часто предъявляете претензии, почему ты только негатив льешь в своей программе? Ну, давайте немножко позитива подкину о достижениях наших из последнего. Итак, депутат Тульской гордумы Олег Погорелов похвалился на днях открытием сушилки для белья во дворе одного из жилых домов города. Сообщение об этом появилось на сайте местного отделения партии реальных дел, правда, там все гораздо более пафосно. Член фракции «Единая Россия» продолжает выполнять наказы избирателей, полученные в ходе предвыборной кампании по адресам таким-то. Была оборудована площадка для сушки белья и бла-бла-бла. Да, совместно с земляками депутат принял участие в покраске и приемке специального оборудования. В покраске и приемке чего, простите? Специального оборудования? Там, наверное, какую-то суперсовременную наноцентрифугу установили прямиком из Сколково. Притараканили, ага, опытный образец. Да нет, два столба, а между ними натянутые веревки, все. В принципе, в данном случае можно было обратиться к местным мальчишкам, и они на уроке труда всего за 40 минут штук 5 таких суперустановок бы замастырили. Мальчишкам оценки, трудовику радость, что не впустую урок прошел, школе тамошний респект и уважуха от жителя, а самое главное, никакого пафоса. Но мы же с вами сейчас говорим о партии «Единая Россия», которая на самом деле никакой партией реальных дел не является. Это партия чиновников, а следовательно, партия отчетов, и сделано все было с одной целью, ради отчета, который затем ляжет на стол какого-нибудь губернатора, а то и повыше куда-то уйдет, к Володину или к Медведеву. Куда же и в отчете в том напишут, напоминаю, депутат Погорелов установил специальное оборудование. Это вам не мелочь по карманам тырить? Медведев тут же нафантазирует себе, что это какое-то оборудование, вроде ракеты, например, подпишет распоряжение выделить тульскому отделению партии несколько миллионов рублей в качестве премиальных из партийной кассы. Депутата Погорелова вполне вероятно представят государственные награде. Ой, блин, предлагаю просто сравнить, чем гордились наши предки полвека назад, и чем сегодня гордимся мы. 12 апреля 1961 года. Люди, запомните этот день. Ну, согласитесь, господа, даже пропаганда разнокалиберная. Тогда людям рассказывали о том, что история покорения космоса, например, навсегда и для всего мира будет связана с именем советского человека. А сегодня нас радуют историями, как депутаты открывают во дворах веревочные сушилки, как мэры городов торжественно. Запускают в эксплуатацию какой-нибудь уличный фонарь, как чиновники делают ямочный ремонт дорог. Для тех, кто не знает, что такое ямочный ремонт, а это купили грузовик щебня, по дыркам в дороге распихали, все, ямочный ремонт состоялся, елки-палки. У нас по весне каждый второй садовод возле своего участка такой ямочный ремонт делает, но о садоводах не рассказывают в СМИ, а вот о подвигах чиновников на этом поприще. Это реальная журналистика, анекдотов точка нет в темах сегодняшнего выпуска. Поехали! Поморы сражаются с московскими захватчиками. Они выходят на митинги. Их сгоняют в ямы и держат там под дулом автоматов. Им ломают кости. Кто эти боевики в черном, никто не знает. Почему ваша фирма наняла группировку бандитов? Давайте так. Да, давайте. Кто зарплату платит? Кто зарплату платит? У них главная контора, находится в Зеленограде, как мы узнали. Бандиты в масках буквально заполонили тайгу. Они патрулируют территорию и сопровождают людей. Причем не только активистов, но также туристов и журналистов. Всех пристально снимают на свои регистраторы и телефоны. Все это вынудило местных жителей создать настоящую систему самообороны. У российского обывателя, который следит за новостями не только первого и второго каналов, складывается ощущение, что ШИИС это что-то наподобие турслета. Пара палаток, приехали пара активистов, развернули плакат и уехали. На самом деле ШИИС это целая система лагерей в двух субъектах Российской Федерации. И не только лагерей, блокпостов, а самое главное система связи и склады затаренные продовольствием. Слушай и запоминай, суббота, 11 Москвы, канал Реальная Журналистика. Мы расскажем тебе о неизвестной войне, которая идет в России. А вообще, конечно, все вот это вот пускание пыли в глаза в виде сомнительных достижений, как в случае из Тулы, оно выеденного яйца не стоит, ну давайте посчитаем экономику. Возьмите ручку, бумажку и просто составьте сейчас таблицу расход-польза. В колонку расход запишите содержание депутатов и чиновников. Ну, зарплату-то им платить надо? Надо. Хорошо, не всем согласен, некоторые депутаты и их помощники работают на освобожденной основе, то есть без зарплаты, но помещение при этом какое-то нужно? Нужно. Оргтехника, всякие там делопроизводители, выход в интернет, связь, юридическое, бухгалтерское сопровождение, транспорт и так далее. А это все стоит денег. Теперь партия, которую человек представляет, все парламентские партии у нас частично содержатся за счет налогоплательщиков, и у них, у партии тоже есть расходы, в том числе выше перечисленные, туда же в колонку расходов записывайте, пропагандистов, что все это дело освещают. Давайте не будем забывать, у городской думы есть своя пресс-служба. У городского отделения партии тоже есть своя пресс-служба. СМИ городские, которые тендеры на освещение деятельности депутатов и чиновников разыгрывают, это тоже бюджетные траты. В сухом остатке вот столько мы понесли потерь, только что посчитали. А каков КПД, веревку бельевую депутат натянул, по-моему, несопоставимо. Не находите? Ведь если убрать все эти расходы на всех этих ненужных бездельников и пустить потраченные в никуда деньги на конкретное дело, сколько тех веревок в Туле можно натянуть, еще останется на какие-нибудь качели и лавки. Вообще, конечно, понятно, для чего все эти пропагандистские потемкинские деревни строятся. Я уже много раз об этом говорил с одной целью. Отвлечь внимание людей от реальных проблем. Печально другое. Нередко посредством пропаганды покрываются преступления. Причем, чем масштабнее преступление, тем больше вокруг этой истории лжецов-пропагандистов, которые всегда или почти всегда стараются отмазать жулика. Ну так уж у нас теперь заведено простой пример. Год назад я начал кампанию против одного мутного чинуши, экс-губернатора Челябинской области Дубровского. Тогда этот человек был еще при должности, чтобы не быть голословным. Одна из архивных программ. Как только дело в отношении Вильшенко со товарищей замяли, ребята вдруг побежали переписывать доли в своем бизнесе на некую мадам по имени Татьяна Солончак. И ведь опять, о чудо! Дамочка совершенно случайно оказалась близкой подругой экс-губернатора Дубровского и даже матерью их общей дочери 2008 года рождения. Слушайте, ну Копперфильд отдыхает. Ой, что началось после в челябинских СМИ? В крупных пабликах региона про меня что только не писали. Продажная реальная журналистика получает из-за границы деньги, пытается очернить порядочного человека, истинного патриота. Прошло несколько месяцев. Порядочный человек Дубровский снят с должности, обвинен в мошенничестве, присвоил себе 20 миллиардов. Кстати, я вас тогда обманул, я говорил только о трех с половиной. И как истинный патриот уехал в Европу, живет там уже несколько месяцев. Что сейчас скажете, господа пропагандисты? Извиниться нет желания. Передо мной-то ладно. Перед своими читателями, зрителями, хотя бы перед жителями Челябинской области 20 миллиардов человек украл. Вы хотя бы представляете, сколько это? Один Дубровский столько свистнул, а про сколько и про скольких еще не накопали. Тишина. Причем там вообще какая-то аномальная зона в этой Челябинской области. До Дубровского в кресле губернатора сидел Михаил Юревич. Обвинен в коррупции, подался в бега. При Дубровском в тюрьму посадили сенатора Совета Федерации от Челябинской области. Константина Цыпко тоже по обвинению в коррупции. В отношении депутата Госдумы Белоусова, курировавшего до того, как дорожное строительство в регионе, какая-то нехорошая возня происходила. Слушайте, так у них там вся верхушка почти 10 лет ворует. Во всяком случае, так получается. Два губернатора подряд. Сенатор. Депутат Госдумы. Про последнего, впрочем, не уверен. Почему тогда до сих пор туда не выехала следственная бригада? Речь, насколько я понимаю, о целом ОПГ идет. Не могли Дубровский или Цыпко в одиночку такие коррупционные схемы проворачивать. Миллиарды пропали. Но это же разве важно? Вот тинейджеров по московскому делу прессовать. Это да, это очень нужное занятие. А тут... Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Подписывайтесь на YouTube-страничку. Проверяйте подписки. Вас отписывают без вашего ведома. В соцсетях тоже жду. Темы предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим. Спешу откланяться. Пока. Пока.